Эта тема для меня очень близка, поскольку 6 июля 1982 года я в составе статической практики приехал впервые на Куликово поле проходить состав в ряды Верхнегонской архейской экспедиции Устальственного исторического музея. С этого момента началось мое знакомство с Куликовым полем, с его историей археологии, природой и на моих глазах разворачивалась та панорама научных исследований, которая и привела к тому, что сейчас наше Куликово поле это регион, который по своей степени изученности занимает достойное место в ряду Судовского поля знаменитого, района Старой Рязани, Черниковского поля. То есть на сегодняшний момент, даже спустя уже, ну в следующем году, вот 35 лет начала, археологических, историко-археологических и эротических храмов на Куликовом поле. И сегодня, в общем-то, тот опыт, который был накоплен археологами, историками, природоведами на Куликовом поле, показывает, насколько может быть информативна та методика, те методы исследований, которые извлекают ту информацию, кто исходил для нас в земле. Поскольку невелико здесь строить, что для человека, который увлекается историей нашего Турского края, хорошо знает, что, в общем-то, до начала 16 века практически наша вся территория Турской губернии, ну практически слабо очень, так сказать, освещена письменными источниками, летописными свидетелями, какими-то другими актами и событиями. Поэтому, если говорить о том, как же все-таки ученый узнает об истории того или иного места, то здесь, конечно, тот опыт, который накоплен учеными при исследовании нашего Куликового поля, показывает, насколько это возможно и информативно. Конечно, когда у нас нет летописных свидетельств, то на первую очередь выходят, конечно же, археологические работы, то есть непосредственно те методы исследований, та наука, которая изучает то, что сохранила для нас земля, те материальные остатки человеческой деятельности, чешской культуры, которая сохранила для нас земля Куликового поля. Ну, собственно говоря, понятно, что основные виды работ, которыми занимаются археологи, это, прежде всего, первичные исследования самой территории, то есть, самой территории, а потом же непосредственно стали исследования тех объектов, тех поселенческих структур, погребальных структур, которые сохранились в виде памятников, объектов археологического наследия на той или иной территории, ну, в данном случае, конечно, это Куликово поле. Вот, чтобы нам понять о том, как, собственно говоря, с чего начинали археологи работу на Куликовом поле, то вот это карты тех памятников, которые были нам известны на Куликовом поле до начала 80-х годов, то есть до современного этапа изучения Куликового поля. Это вот несколько городищ от наиболее таких ярких и известных, там, еще в середине 19-го века, памятников. Это небольшой могильник в селе Моносковище, который раскопала в начале 50-х годов московская археология София Дерна-Изюмова. Ну, вот, наверное, пожалуй, и все, что мы знали об археологии Куликового поля. И когда готовились к празднованию 600-летия Куликовской битвы, когда задумывали новый музей непосредственно на самом Куликовом поле, праме Сергея Радонского, то оказалось, собственно говоря, что ни об истории, уж если говорить об истории Куликовской битвы, то есть о ее, так сказать, материальном упрощении на самом Куликовом поле, ни об истории самого Куликового поля мы практически ничего не знаем. Кроме тех небольших эксклюзий, небольших книжечек, брошюр, которые публиковали еще до революции, ну, наши славы-предшественники, где-то Степан Дмитриевич Нечаев, Николай Иванович Труицкий, Павел Владимирович Нарциссов, то есть те люди, которые, как бы, ну, краешком, где-то там, так сказать, год-два поработали на Куликовом поле и результат своих работ от Куликова. Но это было очень давно, и, соответственно, стало понятно, что нужно Куликовому полю, как к пристальному вниманию, с вопросом, связанным с Куликовским, подходить более тщательно. Его там отношительно сказать, что Куликовому полю в значительстве не повезло, поскольку у истоков его работы во главе тогдающего Центрской архивской экспедиции стал известный следователь древностей Среднего Павочия, Рязанского края, Борис Андреевич Павламин. И те методики, которые он наработал еще в конце 70-х, в 70-х годах на территории Рязанского Павочия, он им принес на Куликовому полю. В чем заключались эти методики? Но сейчас это, конечно, уже аксиома, а тогда это еще было, конечно, в новинку. Дело все в том, что Борис Андреевич сразу же придал работам на Куликовом поле комплексный характер. То есть очень часто, зачастую, каждый человек любит бориться в своем собственном соку и заниматься той узкой своей проблемой, которой он привык заниматься всю свою жизнь. Археологи-то начали копать, если палево-почеловек-то начали изучать древние почвы, если там геоморфологи-то изучать элементы рельефа. А вот Борис Андреевич, благодаря большим аргентским талантам, он смог привлечь и аккредитовать такой коллектив ученок, который сплачивали воедино, сплачивали в агентств, очень ценностемленный, благотворный, творческий коллектив, представитель самых различных специальностей. И результат этих работ стал тем, который позволяет нам, даже не имея на сегодняшний момент никаких описаний, связанных с Куликовым полем, поскольку сам термин Куликовым полем впервые упоминается в середине 15 века. Понятно, что даже до этого никаких источников о Куликовом поле, Куликовском, вообще, собственно говоря, так сказать, но практически не знают. И вот, благодаря этим исследованиям, на сегодняшний момент, у нас известно порядка 250 гражданинских археевских памятников о Куликовом поле, среди которых и грунтовые мобильники, и все вещи, новые вещи были известны ранее, которые позволили во многом восстановить детальную картину того, как происходило заселение Куликового поля в этот период времени, и кем заселялась эта территория, и, соответственно, та материальная культура, а во многом даже и духовная культура, которая бытовала среди наших с вами пращевых, заселявших Куликов в далекий период времени. Ну, что мы, собственно говоря, знали об истории Куликового поля до прихода археевов на эту территорию? Ну, вот, что и главная классическая карта, да, для гражданинских княжек на XII век, которая, собственно говоря, показывает, вот, небольшой кружочек, который мы обозначили в верховье Дона, это как раз и есть территория нашего с вами Куликового. Ну, собственно говоря, понятно, что, если мы посмотрим на эту картину, то хорошо видно, что она расположена на пограничье между рязанским и еще объемерским княжем. Вот, первые наши раскопки, первые наши впечатления, первые наши исследования уже показали то, что те люди, которые приходили к Куликовому поле, а вот те детальные, большие, масштабные разведки, которые продолжались в течение всех и 80-х, и 90-х, и начала 2000-х годов, показали, что, в общем-то, на сегодняшний момент Куликово поле изучено так, что, в общем-то, как бы новых памятников мы практически уже сейчас не находим. Собственно говоря, нет, они были все хорошо и детально изучены уже вот на протяжении последних 20 лет. Поэтому стало ясно, что эта территория имеет большую хронологическую лакуну. То есть, вот, примерно с начала нашей эры на территории Куликового поля практически никто не жил. И, собственно говоря, вплоть до, так сказать, тренировка коммунизации Куликового поля, эта территория была пустынной. Но, опять-таки, почему это было пустынной? Дело все в том, что, хотя, несмотря на то, что на этой хакте показано, что границы русских земель, арсенеры, арсенеры русских земель проходили намного южнее, чем само Куликово поле, тем не менее, вот, кстати, территория, это хорошо известно природоведам, это хорошо известно и историкам, давал такой огромный степной язык, который доходил до Ременевского района и даже дальше, до Каширского уезда. Это степной язык, это уникальное природное явление, которое в последующем во многих столетиях использовалось степняками как удобный очень путь, маршрут, продвижение непосредственно на территорию тренировских земель и непосредственно к Москве. Ну, так называемый Муравский шлях, да, тут хорошо нам, хорошо известный. Поэтому, вот, в зависимости от того, какие были взаимоотношения между степью и лесом на различных этапах существования и взаимодействия, взаимовлияния этих двух, во многом, так сказать, противопростоящих друг другу культу, и зависело, так сказать, заселение Куликово поле, потому что он имел всегда пограничный характер вплоть до, не побоюсь такого слова, до середины 17 века. Поэтому, вот эти волны переселения, заселения Куликово поле, они то накатывались, то откатывались. И чтобы разобраться вот этой сложной колонизаторской политики, которую мы проводили древнемурское население в тот период времени, нужно было, действительно, достаточно тщательно, глубоко, детально изучать материальную культуру, улавливать вот те культурные импульсы, которые позволяли нам просудить изменения в материальной культуре, и понимать, какие хронологические маркеры, реперы позволяют нам датировать изменения вот в российской структуре древнемурских земель того периода времени вот в нашем регионе. Поэтому стало понятно, что в результате тщательного изучения о самих городещах, ну, что такое городещи, городещи, это остатки древних крепостей, которые на Куликовом поле были в 5. Оказалось, что наиболее ранние памятники, наиболее интересные памятники и с точки зрения ранних этапов заселения этой территории, это были городищи. То есть, сопоставление материальной культуры и материалов раскопок городищ, сельских памятников, окружавших эти городища, стало понятно, что наиболее древние пласты, наиболее древние находки их отвержены не так. Сопоставление тех материалов, которые мы получали в результате наших раскопок, с общей исторической тенденциями, происходившими в тот период времени на территории Древней Руси, позволено сделать очень простой и ясный вывод, что в пограничном окне, когда Куликово поле осталось пустым вплоть до конца 12 века, во многом было связано с половинской опасностью. То есть, Куликово поле и вообще лес, северная лесостепь того периода времени, это была такая своеобразная буферная зона, степняки не заходили практически сюда, потому что здесь было неудобно пасти большие стада, свои стада, большие стада, потому что здесь было достаточно много лесных мастил, которые мешали, а лесно население, земледельство к степному миру не появились просто-напросто степных добегов, которые могли разгореть или убить, или, как бы говоря, покончить с тем или иным поселением. Но в конце XII века политика доминирунских кризей, прежде всего, киевских и переславских, была, ну, вспомнил Дмитрий Владимирович, Мономаха, когда в течение нескольких погоносных войн с половцами, удалось отодвинуть далеко на ютку, в Приазове, в Причернагорье, аляу, расселение и кочевок половцев, то эти территории стали более небезопасны. И вот с пограничных окраинных древнерских земель начинается быстрая и массовая колонизация территории Куликово-Поль и не только ее, как показывают последние наши исследования. В чем была причина? Почему люди вдруг начинали с заседших мест, со исконно распахиваемых лесных территорий, со своих зарубок, со своих так как подсечных полей переселяться сюда, в Верховье Дона? Ответ очень простой. Дело все в том, что действительно по Верховьям Дона проходит граница ареала распространения черноземных почв. Как любых хребопастов, как любых хреборогов, целинные черноземные земли манили сюда наших с вами пращиков. И надо сказать, что с конца 12-го примерно по 1-й 3-й 13-го века, то есть до Батлева нашествия, до середины 30-х годов 13-го века, здесь возникает, по нашим последним подсчетам, порядка 570-й христианских городов. Это очень много. То есть была достаточно большая плотность населения. Вот, собственно говоря, как выглядела карта существования древнерусских селищ на переул дом монгольского нашествия, то есть до монгольской эпохи. То есть когда археологи построили такую карту, стало понятно, что сами селищи располагаются определенными кодиозами. Более того, учитывая то, что было в конце 80-х года сделано открытие, археологи стали приходить по рекам, по основным водным артериям. И когда совершенно неожиданно в верхушках одного из заврагов нашли невыстокие рамки, для нас было открытие. И тогда стало понятным, что нужно изучать не только сами долины и береговые террасы речных наших речных артерий, непрятые, донные, более мелкие крепкие, смолки, рыхарки, муравлянки, резновки, но и всю овраженно-блавочную систему. И вот тщательное изучение всей овраженно-блавочной системы, а проверки это действительно очень тяжелый, очень напряженный труд, который требовал действительно больших физических усилий и больших временных затрат, но тем не менее он увенчался большим успехом. Удалось не только выявить всю структуру расседения на определенные этапы развития гранирующей истории Куликова поля, но и удалось вычлить отрезки древних сухопутных дорог, проходивших по водоразделам вот начинает Епифания на юг. Сначала нам было очень непонятно почему водоразделные памятники собственно говоря появляются перед временем, поскольку воды там мало, вода бывают неотъемлем атрибутом человеческой жизни, тем более в ведении хозяйства средневековую полу. Коротцев они не рыли, ахтазианских скважинах не было, но тем не менее большие селища порядка 5-6 гектар возникают именно на водоразделах между Непрядовой и Доном, между Доном и Мокрой Табовой и когда мы навозили наши границы с трассами дорог, которые были указаны в карте генерального межелания почтовых трассов, старый участок Староданковской дороги, хорошо нам известно, знаменитый Большой Ефремовской дороги, которая шла дорога на Ефремов, стало понятно, что вот эти водораздели поселения маркируют трассу древней трассы сухопутных путей, как и в конце 18 века, так и в начале 13 века проходили по одним и тем же местам. Собственно говоря, и сегодняшняя асфальтовая дорога на Куликовом поле, ну кроме Большой Ефремовской дороги, вот трасса Староданковской дороги совпадает современной асфальтовой трассе, которая провожена также от Епифания до Устья по тем же местам, по которым купцы в адресной торговой караваны и в начале 13 века. То есть вот такая интересная история, конечно, позволила ввести еще один очень важный новый исторический сюжет в историю Куликова поля. Но как оказалось, что мы встретились с двумя пластами материальной культуры над Большой историей Куликова поля. Одна имела очень яркие черты относившиеся к 1-3 13 века, вторая имела черты материальной культуры 2-ой половин 13-го 3-й 4-й 14-го лет. То есть мы получили два хроновских срезов так называемых своеобразных. В чем причина? Почему произошла начало смена одной волны заселения на вторую волну заселения? Надо сказать, вторая волна заселения была намного меньше, она была не такая обширная, не такая интенсивная, как мы имели дело в домонгольский период. всего лишь если вспомнить цифры, 570 крестьянских дворов существовало на Куликовом поле на участке примерно 2500 квадратных километров до монгольского нашествия и всего лишь 210 крестьянских дворов возникает у нас по скоплению подъема материала уже в Золотардынскую полу. Понятно, что в свою роль здесь играл Батыева нашествия. То есть явно, что несмотря на то, что Куликово поле не подверилось в прямую воздействию монгольских отрядов, поскольку мы хорошо знаем с вами историю, намного восточнее Куликово поле стали резать, помните? А вернулась она уже в 1938 западнее Куликово поле через Козейск через Верхний Акул уже уходили обратно в стель. Поэтому понятно, что Куликово поле не было напрямую разверено монгольским нашествия в тени и ныне. Вот насколько был велик страх перед Батыем, перед его монгольскими турменами, что древнерусское население на какое-то время покидает эту территорию и только после того опять-таки возникает ситуация стабилизировалась, когда установилась Рождественская Ига над русскими землями, когда эта территория, которая находилась на похоронящей между Черниговским и Рязанским княжествами, ну, сами помните, Рязанский княжеств с Хамесовой, как бы сказать, целостность, и Рязанских князья продолжали вводить достаточно большую территорию, и это было велико княжество собственно и русское. То Черниговская государственных образований и никогда уже больше единым княжеством не выступало. то, что продлежало Рязанским княжествам перед временем, оно собственно и осталось за Рязанью. Но если мы реконструируем по данным более поздних договорных грамот 14-15 веков, то пограничье проходило между Рязанской территорией было все, что относилось к восточной от Дона. То есть вот наш Дон с вами, да, все, что было восточнее Дона, это относилось к Рязанскому к мертвому. Сложнее было с той территорией, которая была западной. Но часть исследователей считает, что они земли на период 13-14 века принадлежали Заватовой Аргей. Собственно говоря, тут ничего не было странного, поскольку это был лесостепной край, хотя и население Дрелевусское вернулось сюда, но жило под юрисдикцией арганских баскалов. Опять-таки вспомним, баскалки царицей Тавилы. Вполне вероятно, что эти территории относились к тем владениям земельным, которые принадлежали царицей Тавилы. С другой страны, конечно же, в очередь вполне вероятно, мы здесь имеем дело с тем, что часть земель, ну, скорее всего, западные, Епифалии, они принадлежали Великому Книжевскому Литовскому, поскольку мы знаем хорошо, что экспансия Великого Книжевскому Литовскому в 14-м начале 15-го века доходит именно до этих пределах. И Витовт, один из последних крупных литовских князей, которые владели этими территориями, вполне вероятно, действительно, путешествовал в этих краях, он был в Рязани и сохранилось несколько писаний, связанных с Тульской губернией, вполне вероятно, что эта часть земель действительно относилась к проживанию к Книжевскому Литовскому. Но, опять таки, здесь, конечно же, мы вступаем в ту плоскость тонких политических реалий, которые, к сожалению, до конца нам остановиться никогда не удастся. Но, тем не менее, то, что мы с вами уже получили, мы получили основной костяк истории того, как развивались политические процессы, как развивались здесь сам поток истории на протяжении практически полотого двух столетий. Для нас это очень важно, поскольку, действительно, мы, с одной стороны, изучаем древнерусские памяти Куликова поля, интерпретируем их и экстраполируем наши данные на те небольшие, но хорошо нам понятные исторические реперы. С другой стороны, исторические реперы позволяют нам понимать, что же в итоге мы изучаем, раскапывая наши селища, раскапывая наши городища и грунтовые мобильники на территории Куликова поля. Таким образом, история и археология дополняют друг друга, позволяют нам более детально понимать картины социально-экономических и политических процессов, проходивших на участке верхов ряду. Ну, дальше мы, собственно говоря, с вами можем перейти к самой материальной культуре, что делали, как жили, во что одевались, чем пользовались, какие занятия были тех наших кращуров, которые жили на Куликовомполь на Куликовомполье. Но перед нами как бы реконструкция одной из усадеб на селищих лесов Каабин на реке Мокрой Табула. Это, как бы, в качестве примера того, как археологи занимают... То есть, те реконструкции, те натурные воспроизведения возможных вариантов построек, которые существуют в предвремени, а вот мы... Это не выкидывание из пальцев. Это действительно сделано научным пространством. То есть, сначала археологи находят те объекты, которые загублены в земле, относящиеся к ограде, к постройкам. Затем профессионалы, археологи, которые хорошо разбираются в тренировском зодчестве, знают хорошо алгоритмы деревянного зодчества тренировского времени, они вымеряют, выстраивают планировку тех усадеб, тех сооружений и тех объектов, которые могли существовать в натуре и на усадь. А затем уже в зависимости от количества столбовых ям, в зависимости от глубины тех загубленных частей построек, их соприкосновения, их размеров, уже непосредственно выстраиваются и заполнение этих ям. Уже археолог совместно с архитектом, вот здесь уже опять-таки возникает у нас с вами комплексный сработок, выстраивают те возможные варианты построек, отклоняя одни, соглашаясь с другими, делая несколько вариантов, но тем не менее нам дают возможность приблизить наше понимание того, как выглядели вот те усадьбы 570, 210, которые мы изучаем на Куликовом поле. Вот оказалось, что в общем-то те наши знания, те наши представления о том, как выглядела сельско-деронерусская усадьба, в том числе на Куликово поле или не на Куликово поле, а скажем, под старой обрезанью, очень похожи, поскольку климатическая зона примерно одна, набор инструментов, набор пробосов и занятий примерно один и тот же, и это хорошо позволяет экстраполировать наши данные, коррелировать их с любыми материалами и других наших гривеневских территорий и создавать картинки, которые уже понятны любому рядовому позитию. Вот, скажем, вот мы с вами видели, да, живой дом, состоящий из двух частей. Вот внешний облик этого самого дома, который позволяет с большой степень достоверности восстанавливать те элементы построек, несущие конструкции, которые существовали тут перед временем, опираясь, опять-таки, на элементы домостроительства и на те остатки, которые сохранены у нас в земле. Это, как бы, вот один из примеров того, как это все выглядит. Хорошо, археологи работают не только с архитекторами, археологи работают из представительного очень широкого спектра других читателей естественно-научных дисциплин. Но, среди них, казалось, карповок. Очень нудное занятие под названием «Промывка культурного слоя на предмет обнаружения экземпляров зерен». Но, тем не менее, эта нудная позиция позволяет нам проследить, какие сорта и породы зерновых культур выращивали древнерусские люди на Куликовом, вот на тех памятках, которые мы с вами рассказывали. «Промывка культурного слоя на Куликовом, это науко-остеология, которая позволяет нам по тем костным достаткам, которые сохранила для нас костей животных и рыб, которые сохранила на земля, выявлять непосредственно те породы животных, диких и домашних, которые мы с вами находим на Куликовом. Это, опять-таки, представители естественно-научных дисциплин связанных с металлографией, с химико-термическим анализом, которые позволяют нам вставить для нерусского ремесла, тем самым раскрыть, как и что производилось, какие предметы и как производились на Куликовом поле. Вот, собственно говоря, когда мы в достаточно большом количестве раскопали самое разнообразное селище на Куликовом поле, где же обитали и жили наши с вами пращеры, нам стала понятна структура для нерусского хозяйства на Куликовом поле. То есть, когда мы посчитали количество зерновых ям, посмотрели количество объектов, которые могли относиться к животноводству, посмотрели соотношение костных остатков внутри отдельных хозяйств, стало, конечно же, ведущей отраслью домашнего хозяйства на Куликовом поле было Хлебопашисто. Все остальные занятия скотоводства, родного уровня, домашнего промышленного ремесла занимают сугубо подчиненные отношения. То есть, на долю всех две трети всего времени, две трети всех своих физических усилий сельское население Куликово поле занималось именно Хлебопашисто. И те находки, которые мы с вами находим на Куликовом поле, те предметы, скажем, украшений, скажем, стеклянные браслеты, поливная арбитская керамика, вещи-то были статусно, достаточно очень дорогими. Но, тем не менее, благодаря хлебной торговле, благодаря тому, что в большом выращивании хлеб на продажу, мы на семейне Куликово поле могу себе позволить вот эти статусные вещи достаточно дорогие в то время держать у себя в христианских и слабыхах. Мы эти вещи находим. Ну вот, о том, что действительно Хлебопашисто было достаточно развитым на Куликовом поле, служит несколько находок, связанных с конструкцией плугов, которые мы находили на Куликовом поле. Вот после четвертого ходу у вас сделан очень интересный находок кружного ножа, древнерско-казванного Чересова. И вот, видите, реконструкция такого плуга, вот оно Чересова, это специальный такой нож, который отрезал пласт земли, а непосредственно в том ленинг плуг уже поворачивал его. То есть, такой плуг требовал громадных усилий. То есть, ясно было, что это тяжелый плуг, это не сахар, и что это будет действительно развитые сельскохозяйственные орудия, которые потом уже появлялись в Куликово-Коле, но существовало уже в 14 веке. То есть, лапашство действительно было развитые хозяйства, которое имело сложные орудия, сложные техники, аквальную технику обработки земли, что было прогрессивным, достаточно очень важным элементом сельскохозяйственной культуры того периода времени. Но я не знаю, скажем, на территории Тульской области находку еще чересил, я просто не знаю. Если вы можете подсказать, я был бы рад. Опять-таки, я и разговаривал о Кропологии. Вот, пожалуйста, мы получили образцы зерен с разных памятников, на Минусских памятников Куликового поля. Это нам позволило установить примерно соотношение культур, которые выращивали на Куликовом поле в 12-14 веках. И надо сказать, что, в общем-то, если мы с вами в 16-17, даже 18-й век, то мы с вами увидим, что ничего практически не поменялось. Если мы возьмем свои данные экономических примечаний конца 18-го века, то примерно соотношение культуры монгольских период и в конце 18-го века практически примерно одно и то же. То есть, преобладающие рожь, яичный, овес. Все остальные культуры имеет подчиненность. Та пшеница, которую выращивают у нас с вами сейчас везде на Куликовом поле, которая сейчас дает бешеный урожай на Куликовом поле, она была культивирована у нас с вами в массовом объеме только лишь колхозно-приколхозном строить, в конце 30-х годов 20-го века. До этого и в Домогойский период, и в 19-м веке, спустя 80-летий рожь была главной преобладающей зерновой культуры, которую выращивали и которая вынесся к новой зерновому хозяйству на Куликовом поле. Соотношение какой бы у животными опять-таки науко-остеологии позволяет сделать. Избирая то, что Куликово поле, если мы с вами возьмем упоминание зарубежных путешественников, русских не сохранило, к сожалению. А вот Севизмус Герберштейн Пьер де Элизунда шведский путешественник, те, кто побывал на Куликовом поле в конце 15-го, 16-го века, когда еще Куликово поле было пустыным, там никто еще не жил до этого времени. Они все пишут, что в одном, что был богатейший цветущий край, он был насыщенным рыбой, он был насыщен животными, птицей, дикими, животными птицей. То есть для того, чтобы жить на этой местности, вот по словам того же секрета Герберштейна, нужно было всего-то две вещи, соль и огни. Все в том, человек мог добыть сам на этой территории. А ну, в советских решениях еще добавляют, что нужно было еще и ружье, чтобы охотиться на этих животных. Тем не менее, смотря то, что, действительно, в 20-м веке еще было более пустым и нетронутый край, тем не менее, русское население, оно занималось домашним скотоводством. То есть, как любые, так сказать, сельскохозяйственные жители, которые занимались, были ориентированы прежде всего на хлебородство, домашнее скотоводство было преобладающее. Рыбная ловля и дикие животные составляют всего лишь 15% от костных остатков от тех костей, которые мы находим с вами на памятках Куликового поля. Ну, вот опять-таки, да, корова, свинья, все, что мы с вами видим на сегодняшнем христианском подморье, было тоже именно в то время на Куликовом поле. Примерно в тех же пропорциях. На кого охотились очень интересные данные, которые позволяют набрать понять, какой в голову животный мир, того периода от того времени и что представляло себя в глазах наших с вами пращеров ценность в промысловом отношении. Кабан, лось, ну, кстати, вот сейчас лось заходит на Куликово поле, но его немного. Кабаны, лось, просто жидко-припевающие. Тетереволв практически нет, не осталось, да, вот, ну, бобры появились, опять же, сейчас вот опять появились, волк один был. Ну, сейчас времени, к сожалению, нет. И вот, так сказать, а у Касуры осталось, как ни странно, доживали на наших с вами дней. Самое интересное, что, как показали и биологические исследования, и наше, так сказать, представление о том, как происходил процесс развития рыбного хозяйства на этой территории, дело в том, что верховье Дона до строительства всяких электростанций и гидроэлектростанций, так сказать, верховье Дона и гидробассейн верховье Дона сходили в цены промышлому роду. Поэтому мы в массовом количестве находим среди, так сказать, костных остатков, чешую рыб и рыбной кости. И более того, мы в массовом количестве находим рыболовные грузила, рыболовные крючки, остроги, то есть те предметы рыбоводства, которые показывают нам, что действительно рыбоводство было очень развитым промыслом на Куликовом поле. Надо сказать, что во более поздних источниках, источниках 15 века, относящихся к рязанских князья, мы хорошо знаем, что Куликово поле, это территория, западная территория района Рязанского княжества, к которому относилось Куликово поле, в основном в Куликовом поле здесь снималось двумя вещами. Это были бортные, это были бортные для сбора меда, неких пчел. Это были рыбные ловы, то есть вот рыбу, которые добывали здесь, которые шла на нерест, поднималась сюда к верховую дону, там вы не прятали, это рыба поставляли к Великокнерскому двору. А сама эта территория относилась непосредственно к Великокнерскому году. Но сама материальная культура, надо сказать о том, что она практически в общем-то ничем не отличается от других длиннерусских территорий. Но если мы возьмем с вами основные типы предметов домашней утвари, такие как, скажем, замки, ключи, шилья, спец... различные фрагменты украшений, они, как правило, очень идентичны с тем массовым набором украшений и предметов домашней утвари, которые мы с вами встречаем на широком пространстве Черниговско-Рязанского, так сказать, территории. Поэтому те височные кольца, проволочные браслеты, решетчатые перстни, но интерес представляет вот этот вот очень такой... Хотя отличаются вещи, которые действительно нам попадают в то, что очень далеко территорию. вот этот брошь такая, выбитая на линионке, на которой сохранились среды голубой эмали. Но когда мы произвели в НГУ эту брошь, и на специальный анализ отдали эту эмаль, то оказалось, что эмаль принадлежит к любому лимборских эмалям. Это Франция. Вот это Франция, 14-й век. То есть вот даже с тех территорий на Куликовской встречаются вещи, которые попадают нам из таких территорий. Ну, опять-таки, вот то, что мы с вами находимся на ордынском погранище свидетельствует то, что мы частенько находим фрагменты поливных золотоордынских чаш. Вот эти фрагменты, которые говорят о том, что это ордынские поливные чаши, которые хорошо датируются началом середины 14-го века, то есть это вещи, которые поступают к нам из Ложки Булгарии. Стеклянные браслеты, они более раннего времени, это до монгольской эпохи, а их нам поступали из Киева, это киевские стеклянные браслеты, но и целая другие украшения, в том числе, хотя это были местного производства, поскольку мы нашли на территории Куликово-Поля ювелирные мастерские, их немного, но они и есть, и оттуда ювелирные мастерства, ювелирные производства мы находим здесь, на крупных памяти Куликово-Поля достаточно часто. Ну, вот как бы фотографии основных видов, да, вот опять-таки рыболовные крючки, о которых я говорил, различного типа топоры, кочедники, фигурные сверла, гарпуны, наконечники, острог, они достаточно часто явление, прирост, которое археологи находят при раскопках селищ на Куликовом поле. Древнерусская посуда, да, надо сказать, что достаточно очень качественная была древнерусская посуда на Куликовом поле, но ее характеризовали даже все такие очень важные качественные признаки, как это было хорошо отмученное бледеное тесто, оно очень было мелкодисперсное, то есть хорошо было отмучено, во-вторых, это мелкие примеси натощительные, это был хорошо измельченный речной песок, и хороший очень достаточный обжиг, поскольку обжиг производился не в домашних условиях, не в домашних печах, а проводился в специальных горных, вончарных горных, и надо сказать о том, что мы видим на Куликовом поле, как оказалось, сталкивание двух традиций, двух традиций организации таких специализированных технотехнических сооружений, которые были предназначены для того, чтобы обжигать хирамин. Часть из них относилась, видимо, но эти две традиции уходят своими корняня в начало нашей эры. Часть из них таких горнов имела в качестве подпорного столба была обжигательная камера, где вставились горшки, была токочная камера, и, собственно, сама водосная ток до складывались грова. И вот через специальные продухи горячий воздух поступал в обжигательную камеру, и таким образом в течение суток посуда обжигалась до, так сказать, звонкового звучания. Вот, поэтому действительно басок была очень качественной. А в более позднее время появляются, так же, сказать, гранчарные горны, которые имели не подпорный не, так сказать, столб, а какую перегородку глининую. Вот это уже было более позднее явление, это было явление уже другой стороны традиции, которое показывало, что действительно в Голюково поле это был такой симбиоз различных производственных и культурных традиций, которые, соответственно, нашли в Рязанской территории, до возраста и в Черниг, в Сокфин, в Смей. Ну, хорошо нам известный целый, очень уникальный охотка 2014 года, целый сироглотный горн, вот, как он действовал, мы с вами видим на этой иллюстрации, то есть, вот такой глиняный стакан, который делал два отверстия, одно вверху, одно вверху, другое сбоку. Вот сюда сверху загружалась древесный уголь, жилетная руда, снизу вставлялась глиняная заслонка, подводился сокло глиняное, через которое мехами накачивали воздух, плавили руду в присутствии большого количества угля и получали вот такую сироглотную курицу, так и получается сироглотную курицу, которую потом обжимали со всех сторон и получили вот такую подпадратную лепешку, полу-выпуховую такую, которая уже являлась товарной курицей, то есть, это уже вещь, которая шила на проглаху. Надо отметить, что мы наблюдаем достаточно уникальные явления для курицкого поля, это факт и говоря, вообще для Кунского края, который потом, к сожалению, не получился в дальнейшем развитии. В конце, в середине 14 века мы наблюдаем массовый всплеск металлургической деятельности на курицкого поля. То есть, мы насчитали порядка более 40 металлургических мастерских на небольшом участке между речью и по берегам Макрыта, Буэйдона. То есть, такая концентрация металлургических ремесленных мастерских, но ничем, мы долго искали объяснение, поскольку население было небольшим, потребности в металле были небольшими, но тем не менее, эти мастерские, эти сработные бурны, они производили раз в пять больше железа, чем было потребность местного населения. То есть, явно, этот металл производил на продажу. Но, одним из таких наиболее вероятных причин того, что как-то к чему-то происходило, это было оживление торгового, донского торгового пути, по всей вероятности. То есть, из Кронского княжества с Верховья в Прани на табулу, на Верховья табулу шел Волк, а потом, по Таболе, речные водейные караваны спускали дальше на Дон, и дальше уже по Дону уходили по Лазовское море, генерским колониям, и дальше в Черное море уже к византийцам или к туркам, и дальше на юг. То есть, по крайней вероятности, что вот этот массовый сплеск металлургической деятельности был связан именно с тем, что действительно происходит оживление торгового пути, железо было достаточно дорогой во всем товаропреки, производства, производства такого сырья с родовом уже металлургской и оно действительно мы наблюдаем такой вот мощный пласт ревескому деятельности. О духовной культуре, о том, как выглядело наше с вами население на Куликовом поле в ту далекую реку. Надо сказать о том, что действительно археологи достаточно интересные проводят работы вместе с погребальным обрядом, связанных погребальным обрядом, дает ниточки к пониманию того, во что верили, как храмили, поскольку погребальный обряд являлся важнейшим показателем духовного мира ощущения средневекового населения, поскольку вера в загробную жизнь, вера в подсорудий мир была абсолютно. поэтому то, что было связано с погребальным обрядом, всегда был индикатором того, как, ну, по крайней мере, хотя бы нескольких сторон, основных и главных и важных сторон, связанных с мироощущением наших слабых врачей. Оказалось, что на Куликовом поле нет курканов захоронений, хотя, в принципе, в лесной зоне к этому времени, то есть, в Гамагузской эпоху, он еще сохраняется, то есть, вплоть до 2-го и 12-го века в лесной зоне продолжает насыпаться курканы над захоронениями умерших. Вот особенность Куликова поля была уже в том, что курканный обряд исчезает. С чем это было связано, до конца непонятно, но, тем не менее, факт остается фактом. Наши с вами жители Куликова поля в 12-м и 14-м веках хранили своих пращуров в мгновенных и глубоких могилках, без каких-либо курканных насыпей, без каких-либо холмиков. Самое интересное, что мы застаем, вернее, население Куликова поля, приемная водовместность, находилось на таком переломном этапе от язычества к христианству. То есть, мы нашли несколько захоронений, которые были сделаны по язычному обряду. То есть, куркана уже не было, это уже такового, но, тем не менее, вот старушечка, ей примерно, 50 лет, она дожила до прикровневого возраста, поскольку средний уровень населения этого предупредили 35-40 лет, это вообще потолок был. Вот, она дожила до 50 лет, и она легла в свою макину с полным набором женских украшений, вот, видите, шейная бревна, там вот, под черепом, еще 6-7 опасочек, 7 опасных подвесочек, и вот они, браслетики, то есть, плетенные браслеты из бронзовых рота на руках, то есть, и, соответственно, тут, по-моему, еще и перст. То есть, полный набор женских украшений, перст, о том, что это действительно женщина уважаемая, это женщина в летах, это уже, как бы, не девушка, не молодуха, а действительно уже делая женщина, которая имеет достаточно большой социальный статус. И в то же время, это вот буквально два-три погребения таких там встретилось, из более чем 600, которые были раскопаны на Куликовом городе, и в то же время, в большинственном могил были пустыни. То есть, о чем это говорит? Мы хорошо задаем среднеково-православные каноны. По среднеково-православным канонам ничего не кленного в могилу класть было нельзя. Даже если у него был металлический крест, он металлический крест и моноколин на все вещи, их заменяли деревянные кресты. То есть, вот, это раскопки самой могилы Куликовской выселки, там раскопано более 540 погребений было раскопано на эту могилу, огромную могилу. И вот всего лишь 9 вещей из 500 с лишним погребений, только 9 вещей было найдено в этом могиле. и то это как раз случайные были находки, согнанные подвески, обломки каких-то предметов или мелких предметов, которые были, несколько незаметны. Вот тем не менее, говорит о том, что действительно, сказать, наиболее ранние погребения, которые мы здесь встречаем, они относятся еще к языческой паре, более поздние погребения, это уже погребения по православному обряду, когда уже действительно, и более там можно сказать, что вот на этом могиле определились сокровские выселки, там очень хорошо был прослежен планиграфик самого памятника, в центре которого есть письмо, пустой, 15-метровый круг, который, скорее всего, маркило место часовники открывали до умерших вот на этом участке. Антропология, ну, те, кто был в новой экспозиции на Куликовом поле, тем не менее, вот антропология с большой долей вероятности сейчас это уже делать все это на компьютере, восстанавливать по черепам внешний облик жителей, вот на нас с вами смотрят люди, которые жили на Куликовом поле 7 веков назад. Еще одним свидетельством торговли и важным индикатором наших с вами, важным хронерским маркером наших раскопок являются золотардынские монеты. Но мы хорошо знаем, что золотардынские монеты начинают чеканиться уже при самых первых ханах золотой орды, то есть уже в 70-х годах 13 века, тем не менее, самые ранние монеты которые мы находим на памятниках наших Куликово поле это 40-е годы 14 века это монеты хана узбеков. Более ранних монет мы практически не находим. Это говорит опять-таки о том, что монетное серебро начало поступать вот на эти территории то есть в северных лесостепных районах наших Верхнего Подонья именно с оживлением торгового Донского пути. То есть вот это монетное серебро появляется именно когда, когда в связи с тем, что наступают политические затишки, а вот когда становится безопасна вот эта Донская торговая водная дорога здесь и появляются эти монеты которые позволяют нам очень четко датировать многие наши комплексы относящиеся к последнему самому позднему этапу развития древнической культуры на Куликовом поле. Надо сказать о том, что до сих пор у нас было устойчивое представление о том, что население Куликового поля покидает его перед самой Куликовской битвой. Вот это мы это умение придерживаем ну по крайней мере последние там 10 лет. Тем не менее, по сути, мои находки вот в устье реки Мухритабуа на Устинском артистском комплексе говорят нам о том, что это неправда. Мы нашли маня в Капиневском манях Хана Тахтамыша, который датируется уже 90-ми годами 14-го века, то есть какая-то жизнь, какая-то жизнь продолжает здесь существовать. То есть были люди, которые, видимо, видели приход русских ракей, слышали звон и грохот Куликовской битвы и продолжали жить там уже после того, как русские люди, русские войска, московские войска оставили эту территорию. Но опять-таки у нас было очень интересно сравнение. Мы все-таки решили задаться целью понять, чем же отличалось оружие, которое мы находим на Куликовом поле, на поле сражения, от того оружия, которое мы находим на сельских памятках Куликовом поле. И вот очень четко нам стало понятно это различие. То есть если в двух словах поставить на эти находки на количество стрелок, топоров, и пик, и сабель, кольчуг, которые мы находим на памятниках наших внеорусских селящих Куликового поля, то они коренным образом отличаются от того вооружения, которое мы находим на поле битвы. если в двух словах сказать, что на Куликовом поле пришла московская рать, вооруженная тяжелыми, таранными, круглыми, мечами, одетые в пластинчатой брони, то на Куликовом поле жили воины в основном старож. То есть это были легкие, кольчужно, одетые в кольчуги, вооруженные пиками, и теми стрелами, которые были рассчитаны прежде всего на легкую конницу, на пребывание верхних доспехов. И вооруженные были не мечами, как таковыми, а саблями. То есть до сих пор на наших серещах ни одного фрагмента связанного с клинками или перекрестьями мечей. Это сабли. То есть они все были вооружены по степному признаку. То есть перенимали степную тактику и жили здесь как степняки. Но на этом наши сроки заканчиваются. Я думаю, что скоро на смену нам второе поколение следует Куликово Поль должно прийти и следующее поколение когда будут открывать все новые новые тайны Куликово Поль. Ну, наверное, пожалуй, все.